Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта «Экзегет» читаем книгу Оси. Итак, 13 глава, ну здесь уже подводятся итоги, 14 тоже, про виновность Северного Царства Ефрем, он же Израиль, или Самария по его столице, как Московия и называют, скажем, всю Россию. И, собственно, ничего нового мы в этих главах не прочитаем. Еще, еще раз. Вот, видимо, так тугоухи жители этого Северного Царства, что без конца им приходится повторять. Прежде, когда говорил Ефрем, трепетали люди. Вознесен он был в Израиле, то есть одно из главных племен, или колен, но из-за ваалов погиб. Ваалы, естественно, это языческие божества и статуи. Добавляют теперь грех ко греху. Отливают из своего серебра идолов, искусно выделывают себе истуканов. Но все это творение ремесленников. Ну, главное различие, о котором пророки будут без конца говорить, Иосифа уже говорил, Исайя расскажет гораздо более подробно. Истинный бог творит мир, а ложных богов творят люди. Наоборот. Это такие говорят. Приносят жертву людей, а быков целуют. Ну, такая поговорочка, что ли, да? То есть, когда нужно кого-то зарезать ради религиозных целей, то скорее человечка зарежут. А быков, конечно, поцелуют, потому что бык – это ценность, это сельскохозяйственное животное, на нем пахать можно, или мяса в нем сколько. Поэтому станут они, как утренний туман, как роса, что тавит на заре, как мекина, что ветер сдул с гумна. Мекина – это то, что остается после провеивания зерна. Вот мелкая шелуха. Зерно взяли либо на пищу, либо на посев следующего года, а шелуха осталась, и она сдута ветром. Обычно провеивали во время бриза, вечернего или утреннего, там с океана, с моря, простите, средиземного приходит ветер, и выдувает эту легкую мекину. Как дым, что вылетел в окно. Вот, понятно, ничего не будет. Те, кто целуют быков, улетят, как дым из окна. Они хотят основательных таких бычков. Сегодня, наверное, сказали бы не быков, а там Мерседеса целуют. А вот вылетят, как фу, как сигаретный дым. Но я Господь, я твой Бог. С тех пор, как вышел ты из египетской земли, ты не должен знать других богов. Нет спасителя, кроме тебя. Вот одна из основных вестей, которые в пророческих книгах содержатся. Других спасителей нет. Есть ли другие боги? Верны ли другие религии? Люди часто задают этот вопрос. Неужели ислам – это ложная религия? Неужели буддизм ничему хорошему не учит? Неужели нет в язычестве никакой мудрости? Часто спрашивают. Да нет, почему? Наверное, есть мудрость. Наверное, хорошему учит. Но у тебя нет другого спасителя, кроме меня. Все. Остальное уже неинтересно. Я признал тебя в пустыне, в раскаленной земле. На пастбищах моих откормились, они наелись и возгорделись сердца их, потому и забыли они меня. Вот вновь и вновь Осип прибегает к этому образу, образ неверной жены в начале, а здесь, ближе к концу, образ такого найденыша, подобратыша, усыновленного малыша, которого он находит в пустыне, в раскаленной земле и делает своим сыном. Но как только разъелся малыш, или множественное число, здесь единственное множественное взаимозаменяемое фактически, то возгордились, забыли. Стану я для них львом. Леопардом при дороге залягу, как медведица, потерявшая детей, разорву вместилище их сердца, пожру их, как львицы, а доедят их звери полевые. Вот целый зоопарк в лице одного Господа, но перечислены, конечно, самые опасные звери, которые вообще в тех краях водятся. И понятно, что перемены отношений, да? Вот что сгубило тебя Израиль, ты пошел против меня, заступника своего. Где же теперь твой царь? Спасет ли он все твои города? Ну, когда нет Бога, то хочется, чтобы хоть царь был такой надежный правитель, эффективный менеджер, сильная рука, но он не спасет. Вот в чем разница. Ибо спаситель, Бог говорит, только я. А менеджеры все эти эффективные. Ну, если он эффективный менеджер, молодец, но еще тоже надо проверить. Но он не спаситель. Где князья, о которых вы говорили? Дайте нам царя и князей. Дал я тебе царя во гневе, и отнял его в негодование. Странная фраза. Видимо, речь идет о том, что царь был дан Израилю, вообще не конкретный царь, хотя это был Саул, а царская власть была дана Израилю, когда они отвергли власть Господа над собой, захотели политического такого влияния и силы, как у прочих народов. И пророк Самуил послушался их мнения, дал им царя, что Господу, в общем-то, не понравилось. Но и отнял в негодование. То есть, и потом тот же самый царь Саул был убит на войне, когда Господь от него отвернулся. То есть, и выпрашивали царя, и все не так было. Но и когда я его дал, он тоже, и конкретный Саул, и, видимо, многие после него, не соответствуют замыслу Божьему. И поэтому и то, что отнимается царь, это не ситуация, где все, наконец, хорошо, скорее наоборот. Порок Ефрема перевязан, как сноб хранится, до времени его грех. Ну, то есть, сноб, срезали колось, и связали сноб, и он лежит. Да, можно дальше его обмолотить, использовать. И вот все с ним уже ясно, уже созрел порог. Постигнут его родовые муки, он неразумное дитя. Время родов уже настало, но никак не выйдет он из утробы. Тоже интересный образ, младенец, который должен стать, наконец, частью этого окружающего мира, но все боится выйти из утробы. Ну, понятно, что это медицинская тяжелая ситуация. И о чем идет речь? Может быть, вот о какой-то неготовности народа быть взрослым. Мне кажется, это и для нашей страны очень актуальная проблема. Все люди ищут какого-то такого младенческого состояния, где от них ничего не зависит, где, опять-таки, та самая сильная рука над ними, где вот не надо быть ответственным, самостоятельным, свободным, взрослым, мыслящим, надо быть дурачком маленьким. И я думаю, что это часто происходит с разными человеческими обществами. Вот не выйдет он сам никак. И до этого говорили, дайте нам царя и князей, то есть пусть кто-то там нами руководит, мы не в состоянии ничего решать сами. И после этого вопрос, который тоже будет звучать не раз, который звучит, кстати, на каждую Пасху, в гласительном слове, она Златоуста, но у Осии он все-таки немножко в другом смысле, чем у Златоуста или у апостола Павла. От Шиола искуплю ли их? От смерти избавлю ли? Где смерть твоя чума? Где, Шиол, твоя язва? Далек я от жалости. Шиол название мира мертвых, и здесь Господь обыздается вопросом, искупать ли их, избавлять ли их, и отвечает, нет, нет, жалеть не буду. Раз они так, раз они не выходят из утробы, а что происходит с младенцем, который не выходит из утробы? Он погибает, и мать его может погибнуть в родах, да? Вот, и здесь получается, что если вы так, то я не буду ничего с этим делать, говорит Господь. Не хотите, не надо, но вы погибнете сами. Да, в Новом Завете и потом и у Златоуста это будет как раз риторическое восклицание, где смерть твоя жала, да? Ну, тогда, кажется, это говорилось, как указание на то, что да, вот смотрите, жало же есть, вот где-то здесь жало смерти. Смерть – это актуальность. В конце концов, Новый Завет – это другая эпоха, когда, как мы верим и надеемся, смерть действительно побеждена, тогда еще не была. Пусть он между братьями процветает, но налетит восточный ветер, Господень, ветер из пустыни, и пересохнет его источник, иссякнет его колодец. Так ветер разорит его богатство, отнимет все, что есть ценного. Вот печальная картина, да, когда среди кажущегося благополучия все становится очень плохо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok